Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна, но теперь уже он не один, а с гостем Джордж Бердмессер, Торни, адвокат. Ну, Леон, а дальше вы расскажите о своем госте или представьте его, или, может быть, мы попросим его представиться, ну, в двух словах. Да, Юра, я думаю, что вы вообще скромны, давайте я начну, значит, Юрий, он же Джордж Бердмессер, он от Орни по патентным делам, который работает, скажем, в Вашингтоне, допустим, скажем так, да, полгода он проводит там, пол в Флориде, поэтому, если кого-то интересует что-то связанное с индивидуальной собственностью, очень рекомендую, потому что человек на деле его не проверял, но то, как он пишет, острота, юмор, говорит о том, что, я думаю, что он очень хороший юрист, адвокат. Спасибо, но в патентном деле юмор, честно скажу, не очень-то приветствуется, но у нас разговор вроде бы не о патентах, а о других делах будет. Да, но тем не менее, всегда приятно иметь дело с человеком, у которого есть чувство юмора, что говорит о каких-то других его качествах. Ну ладно, значит, вперед. Когда я позвонил вам, связался и предложил выступить, то меня привлекла, привлекла мое внимание ваша статья о Трампе, почему я голосую за Трампа. Значит, прошло несколько дней, и вы, как говорят, разразились еще одной статьей, которая мне еще больше нравится, на самом деле. То есть, мне нравятся обе одинаково. И так как она последняя, то я начну с нее, а чтобы, значит, господа слушатели и зрители, которые потом будут смотреть нас, значит, после этого на Ютьюбе, я должен прочесть начало, первый абзац по-русски, оно написано по-английски, на очень хорошем, кстати, английском языке. И, а потом мы уже врубимся в вопросы, значит. Начинается она так. Моя дорогая Александра, она, так сказать, это обращение к Александре Казио-Кортесу, естественно, из города Нью-Йорка. Я тебя люблю, точка. Моя любовь плутоническая, но она зато совершенно безгранична. И без всяких резервейшнс, без всяких сомнений. Значит, я обожаю. Мое обожание к тебе не имеет границ. Александра, ты самая лучшая, что могла случиться для, значит, для нас после того, как политики Калифорнии, значит, 40 лет тому назад обнаружили ботокс. Уже первый параграф заставляет улыбаться, смеяться и точно понимать о том, где человек стоит. И, на самом деле, что он будет, как бы не то, что что он будет говорить, а как он подходит к проблемам. Он доводит их немножко до абсурда для того, чтобы они стали более понятны и ясны. А теперь, Юра, к вам. Юра, почему вы любите Александру Казио-Кортес? Ну, Александру Казио-Кортес, по-английски ее обычно называют AOC. Да. Александру Казио-Кортес. Так что, поскольку имя такое длинное и трудно перевариваемое, называем ее AOC. Почему я ее люблю? Потому что, ну, я республиканец, да. AOC – это лучшее, что могло случиться для республиканской партии, что вообще могло случиться. Я с вами согласен. AOC сама, она, в общем-то, на мой взгляд, абсолютная идиотка. То есть, такого галактического идиотизма, который она показывает в своих идеях, слово «идея» я в ковытьках беру, редко где найдешь. То есть, есть, конечно, в мире там социалисты, есть коммунисты. В Израиле, я помню, даже есть фраза, что человек может быть социалистом, он может быть честным, и он может быть умным. Но он не может быть все три. Так вот, у нее только один – это она социалист, и то сомнение, что она даже понимает, что такое социализм. То есть, я не уверен, что она, кроме таких вот чистых лозунгов, которые там пишут на заборе про социализм, я не уверен, что она знает, что это такое. Окей. Да, во всяком случае, лучше на выборах, которые будут. Потому что те немногие голосователи, те немногие избиратели, которых можно в чем-то убедить, и которые готовы свое мнение изменить, она поможет это мнение изменить, скажем так. Она может перепугать, что они дернутся, главное, от нее. Ну, типа того, да, да, типа того. То есть, люди, на самом деле, голосуют очень-то как бы за свое племя. Вот выборы в Ниджерси, шесть месяцев назад, в Сенат, например, да, там товарищ Какова, Менендес его зовут, да. Откровение, то есть, то, что он жулик, это нет сомнений, то есть, это все знают. Но, тем не менее, даже доказательства поставили. Менендес. Да, этого не хватило, чтобы люди голосовали против него. То есть, если ты демократ, то какой бы там ни был у тебя демократ, ты будешь за него голосовать, хоть он мартышка в чепчике. Если ты республиканец, в общем-то, тот же самый принцип. То есть, количество людей, которых можно в чем-то переубедить, оно не такое большое. Но, тем не менее, кто-то где-то все-таки, я думаю, будет переубежден. Ну, не одно ей, конечно, а другие тоже есть. И плюс кто-то где-то, кто, может быть, не пошел бы голосовать, вот это гораздо более интересно, они пойдут голосовать. Либо те, которые пошли бы голосовать, не пойдут за демократов. Да, да. То есть, скажем, те штаты, которые откровенно демократы, ну, Нью-Йорк, например, скажем, они республиканского сенатора избирать не будут. То есть, или Калифорния. Это понятно. Но есть много мест, где, в общем-то, очень близко к 50 на 50. Вот последние выборы, где демократы таки взяли большинство в Конгрессе, не в Сенателе, но в Конгрессе. Очень много там было этих дистректов, районов, или как это просто называется, где, в общем-то, результат был очень близок. Да, демократы победили, да. Это большая победа для них. Ну, конкретно, какие ее идеи, с вашей точки зрения, могут привести вот к тому, что некоторые называют ее бомбой замедленного действия, которую забросил Трамп? Ну, я думаю, можно начать это обратно. Какая идея не подпадает под это определение? Давайте зрителям и слушателям скажем более-менее конкретно, что абсурдного оно предлагает, что может отвернуть, скажем, демократов от голосования за демократами. Ну, например, она предлагает вместо самолетов ездить на поездах. То есть, самолеты отменить, будем ездить на поездах. Любой, кто хоть что-то знает про экономику и структуру в американской транспортной сети, понимает, что это абсолютно невозможно. Это физически невозможно. Даже если построить эти поезда, это невозможно. Ну, почему? В чему дизель из Душингтона в Чехословакию поехать на поезде? В Чехословакию? Ну, может быть, можно, да, типа, по воде. Она, кстати, в Европу тоже, по-моему, на поездах хочет ездить. Она не знает, что Европа, там, океан до Европы. Она не знает. Насколько я знаю, не знает, что Гавайи – это острова, и на них на поезде не доедешь. Ну, вот это один пример. Еще там, да, примеров сколько угодно. Она хочет коровы. Ее коровы вдруг заволновали. Что коровы, я не знаю, по-русски можно говорить слово «пердят»? Конечно, можно говоря. Да выпускают воздух, да. Выпускают газы. Коровы, оказывается, я когда был ребенком еще в Советском Союзе, летом там у нас дача была, значит, в селе, и там было стадо коров. Мимо нашего дома проходили, там в поле, значит, и паслись потом. Насчет газов я что-то не очень помню, но как бы готов поверить, что газы от них выходят. А из жирафов, думаю, эти газы выходят? Про жирафов не задумывался. Наверное, выходят, да, из слонов, наверное, выходят. В общем, ее коровы заволновали, и она считает, что надо что-то делать по поводу этих газов, потому что глобальное потепление от этих газов. А я просто думаю, что нужно уничтожить всех больших животных. Я думаю, она против, потому что либералы, особенно социалисты, они за большую фауну. То есть крупные животные, они их очень любят. Типа там слоны, вот жирафы и так далее. Но не коров, коров они нет. А коровы, антилопы, гиены, тигры, львы и тому подобное они встретили. Я про гиен не знаю, я не уверен, что они знают, что такое гиена. Во всяком случае, Александрия точно не знает, что такое гиена. Но очень крупных животных, особенно если их не очень много, и они как бы под угрозой, они их любят. А коровы, насколько я знаю, не под угрозой, их наоборот, слишком много, по их мнению. Поэтому с коровами она им собирается взять или в задницу засовывать, какой-то девать, чтобы они меньше газа выпускали. В общем, обсуждать серьезно эти все ее идеи, это такой бред, что это как бы себя не уважать. Нельзя это серьезно обсуждать. Но все эти идеи стоят хороших денег. И это не ее деньги, конечно. Сама она живет очень даже хорошо. То есть она выросла в достаточно обеспеченной семье, несмотря на всякие там легенды, что типа она была из бедных. Это совершенно не так, она из богатой семьи. Сейчас она живет очень даже хорошо, в очень дорогом здании в Вашингтоне. Ездит на таких больших, хороших SUV. Она ездит на SUV, это означает, что она как раз очень плохо относится. Она не верит сама, что что-то будет плохое происходить из-за человека с нашей природой. Правильно? Ну, она социалист. Она считает, что все эти правила, они должны быть применимы к другим. Но уж точно не к ней. Мы, как выходцы из Советского Союза, мы это все прекрасно знаем. То есть все эти заклинания о том, как надо строить социализм и коммунизм и так далее, это все было для обычных людей. А номенклатура жила гораздо лучше. То есть она слова номенклатура не знает, конечно, но себя она видит как раз как из числа тех, для кого эти правила не писаны. Ну вот у нее есть 3 миллиона последователей на Твиттере. И огромное количество молодежи говорит, что если бы она сейчас выставила себя на президента, то они бы за нее голосовали. А почему это происходит? Ну, почему? Социализм, он, эта идеология очень такая привлекательная, особенно для тех, кто никогда ее на своей шкуре не испытывал. То есть лозунги, что что-то надо бесплатно раздавать, бесплатное образование. То есть это все очень привлекательно для людей. Я не понимаю, а что вы против того, чтобы люди хорошо жили? Я целиком за. Обоими, одеими руками. Людям говорят, хотите бесплатно получать еду, очень хорошо. Значит, не надо думать по этому поводу. Хотите бесплатно учиться? Хочу. Хотите бесплатную медицину? Хочу. Хотите вообще все бесплатно, и мы вам еще будем давать. Вы рождаетесь, и с этого момента начинаете получать по 700 долларов в месяц, а когда вы становитесь 16 лет, начинаете получать 2000 в месяц. И так до самой жизни, неважно, что вы делаете, не делаете. Неужели вы против того, что люди хорошо жили? Ну, против последнего, последней фразы я не против. Я за то, чтобы люди жили хорошо. Все остальное, собственно, под этими лозунгами все социалисты к власти приходят. А потом обычно начинаются кое-какие скользкие моменты. Как товарищ Ленин, Владимир Владимирович, доказал... Это Владимир Владимирович, да. Да, Владимир Ильич, который доказал на практике без массовых расстрелов светлое будущее построить невозможно. Причем многие его соратники, они так, немножко сомневались, то есть не то, что они были против расстрелов, они все были за расстрелы. Но вот массовость такая расстрелов, они, как бы там, Бухарин, вот все эти личности, они немножко были так, сомневались, скажем так. Слабаки. Да. А Ленин, он их не пытался переубедить, он только посмеивался, потому что знал, что практика это критерий истины, и то, что надо расстреливать массово, это совершенно очевидно, как говорится. Так что любые социалисты, когда они будут власти... Если люди не хотят делиться и говорят, не отдам, а другие люди, у которых нету, хотят хорошо жить, и им уже пообещали, что они будут хорошо жить, то для того, чтобы отнять у тех, которые не хотят давать, надо применять оружие, правильно? Ну, что социалисты успешно делают? Например, Венесуэла, вот прекрасный пример, как хорошо живут. Да, ну вот мне объясняли недавно молодые люди, которые очень любят Берби Сандерса, которые за него голосовали и прочие, и будут снова голосовать, значит, там сейчас по 22-23 года, тогда было чуть поменьше. Значит, они мне объяснили, что в Америке этого, всего того, что мы говорили, не будет, потому что, три точки, потому что у нас есть интернет. В Венесуэле тоже интернет вроде есть, только что-то не помогает. Плохой, может, нужно хороший интернет, чтобы это нашло, быстрый. Я не знаю, какой там интернет, но вроде там интернет есть, и что-то не очень помогает. Там они уже вроде до каннибализма доходят, животных в зоопарках съели. Причем, кстати, самая богатая страна в западном полушарии, с точки зрения мира, во всяком случае. Так что, собственно, это все уже опробовано во многих странах. К сожалению, переубедить молодых людей очень трудно. Когда-то я тоже был молодой, и в эти глупости я, правда, не верил, но когда-то я тоже был молодой, так что я помню это. А почему не верил? Ну, я приехал сюда, в Америку, когда мне было 13 лет. Окей. Что такое Советский Союз и что такое социализм, я, в общем-то, помню. Так что на меня все эти лозунги левые никогда не действовали. Интересно. Ну, вот, но моя дочка, которой 19 лет, она сейчас учится в Cornell University, как и я когда-то учился. Она вполне, то есть для нее Александрия О'Касио-Кортес и вся эта компания, для нее это, в общем-то, символы, иконы. Фантастика. Надо молиться. Давайте переключимся, значит, Сережа... У нас есть звонок, если вы не возражаете. Да, давайте, если есть звонок, давайте прийдем, потом мы переключимся на еще одну тему, да. Добрый день, быстренько ваш вопрос или... Здравствуйте, уважаемый Леон, во-первых, большое спасибо за всех ваших гостей, все мысли, которые не высказываются, подают с моими. А вот я хотела спросить нашего уважаемого гостя, не считает ли он, что за спиной этой идиотки, иная сказала просто круглая дура, когда я когда-то о ней высказывалась, кто-то стоит и дергает ее за ниточки, и таким характерным как бы признаком, я бы сказала, проявилось то, что она начала запугивать своих соплеменников, что если вы еще раз будете голосовать с республиканцами, у вас появятся проблемы во время избирательной кампании, у вас будет противник на праймарис. Вот мне кажется, что такая дура, как она, сама этого сказать не могла. Ее научили. Окей, понятно. Вопрос, понятно. Вы переоцениваете, мне кажется, ее интеллектуальные способности. То, что она способна сказать любую глупость, это я, например, не сомневаюсь. Так что, как сказал, по-моему, Эйнштейн, не надо объяснять заговорами конспирологии то, что можно объяснить человеческой глупостью. Да, насколько эти угрозы ее эффективны, это другой вопрос. Я сомневаюсь, что они особо эффективны, потому что те, кто голосует по процедурным вопросам с республиканцами, они голосуют в основном, потому что районы, которые их избрали, они, например, на 50 на 50. То есть, в основном, их должность, она висит на волоске, если можно так сказать. И если волна избирательная в следующие выборы немножко в другом направлении двинутся, то их сметет. Так что, ее угрозы, они, скажем так, больше... Да, больше покрасоваться, да. А у меня, так сказать, дальше вопрос тоже... Сережа, как у нас там? Можем продолжать. Что? Можем продолжать. Ага, прекрасно. Вот была статья до Аказии Кортес, была следующая. Значит, я голосую за Трампа, я не могу дождаться того момента, когда я могу снова пойти к урне и бросить за него бюллетень. Почему? Как-то очень, если можно, компактно. Ну, если компактно, потому что Трамп, может быть, не идеал. Мы все, кто за него голосовали и собираемся, знаем, что он не идеал. Но то, что мы видим с другой стороны, это такой кошмар, ради которого надо мобилизоваться и сейчас бежать голосовать. То есть все эти... Ну, Аказию Кортес, она пока еще не баллотирует за президенты. Но вся остальная, эта ГОП-компания, она выдвигает как бы ее идеи или адаптирует ее идеи. Может быть, не потому, что они в эти идеи верят сами, но они вынуждены. Как бы там ни было, все эти идеи, в кавычках, они настолько кошмарные, настолько страшные, что из всей этой ненормальной, как бы, когорты, единственный нормальный человек, это Трамп, оказывается. То есть он самый нормальный из всех, кого можно, даже если ты не особый любитель Трампа, то есть он самый нормальный, кого можно из всей этой компашки выбрать. Звонок у нас есть, если не возражаете. Добрый день. Здравствуйте. Вот у меня вопрос к вашему гостю. Я сразу скажу, что я этот вопрос задаю многим и ни разу не получила, так сказать, конкретного ответа. Вы говорите, что наш президент не идеал. Ну, конечно, не идеал, потому что только Всевышний, он идеал. А что конкретно, вот можно ему приписать то, что как бы не вкладывается в понятие, что у всех у нас есть какие-то недостатки небольшие. Спасибо. В смысле, какие у него большие недостатки? Да, вот я не вижу, за что бы его, я, как избиратель, могла бы, так сказать, перестать уважать и перестать за него голосовать. И перестать его любить. И считать, что он гений. Что он самый лучший президент в истории этой страны. Вот я не вижу. Может быть, вы видите. Спасибо. Ну, недостатки можно сколько угодно находить. Например, его подход к супружеской верности, скажем, довольно гибкий, так скажем. Проблемы это для кого-то или нет, для демократов вдруг это стало проблемой. Хотя раньше никогда не было, как мы помним. Например, когда у Клинтона выявились кое-какие грехи прямо в овальном кабинете, то все демократы скажут, что это личное дело. Как бы там ни было, можно сказать, что гибкий подход Трампа к вопросу супружеской верности – это проблема. Мое личное мнение про Трампа, если бы он на Твиттере меньше времени проводил, то было бы лучше. Я, кстати, его Твиттер никогда не читал. Но, тем не менее, я считаю, что можно было проводить поменьше времени. Ну, наверное, если бы он был менее импульсивным в каких-то вопросах, тоже неплохо было бы. Есть мнения, которые он делает на Твиттере, которые хорошо бы делать каким-то другим образом. Либо, по крайней мере, сначала как минимум оповестить те ведомства, к которым это имеет отношение. Потому что когда он в пять месяцев раз что-то твит, потом бросаются журналисты в какие-то мунистерства соответствующие, а тебе говорят, извините, мы еще ничего не знаем по этому поводу. Несомненно. Конечно, он не бог. Дело в том, что я хочу, извиняюсь, влезть. И чуть-чуть, у меня чуть-чуть позиция отличается от Юрия, она, так сказать, совершенно совпадает, но чуть-чуть отличается. Я не считаю, что Трамп лучше, чем другие по этому. Я считаю, что Трамп потрясающий президент, при том, что я вижу потрясающий по результатам, при том, что я вижу те же самые, может, еще пару мелких каких-то вещей, которые хотелось бы исправить. Но, честно говоря, у меня мужской подход. Я женился на этой женщине, Трамп не женщина, да? Я все время собираюсь ее переделывать, она мне и так нравится. Подход женский – это я вышел замуж за этого мужчину, сейчас я начну сделать из него, так сказать, идеал мой. Так что, неважно, и тот подход, и тот нормальный, так сказать, самый гендерный, что называется. Я, кстати, с вами абсолютно согласен. Я не хочу переделывать. Он меня устраивает такой, какой он есть. Все те, что с другой стороны, а, не устраивают меня такие, как они есть, и б, вводят меня в состояние столбняка от того, что сто представителей в Конгрессе и Сенате демократических подписались. Под совершенно кошмарно идиотским, вот, новый зеленый дил, я не знаю, там, соглашение, которое предложила Огазия Кортес. Но, как только республиканцы сказали, окей, давайте ставить, раз мы внесли это в качестве закона, предложения, да, будем ставить на голосование. Они вдруг все начали орать, как он смеет ставить на голосование. Это политический ход. То есть, они могут делать политические ходы сколько угодно. Когда их ловят и говорят, а вот сейчас мы хотим увидеть ваши руки, это не является политическим ходом. Это просто является положить твои деньги там, где у тебя рот, по-американски. Извиняюсь, Юра, я вас перебыл, у нас с вами еще полторы минуты. Расскажите нам вашу позицию по Трампу, почему надо бежать за него голосовать. И мы на этом закончим. Я думаю, что мы уже не сможем принять звонки. Ну, в принципе, почему надо за него голосовать безотносительно демократов? Я считаю, что он достиг очень многого, несмотря на жесточайшую оппозицию. То есть, список длинный, начиная от налоговой реформы, международных отношений. Я считаю, что он достигает успехов, несмотря на внутреннюю оппозицию, там, где Обама, в общем-то, обосрался, извините за выражение. Состояние экономики демонстрирует правильность его подхода. Он, конечно, он не философ, он не сидит часами и думает какие-то глубокие мысли. Он бизнесмен, он действует. Как политик, он, скажем так, интуитивный политик, он не профессионал. Он оказался интуитивным и, на удивление, успешным. Вот его интуитивный... Прекрасно. Юра Джордж Бартмессер. Если кому-то на Украине, в России или в Америке нужно делать патенты, любые вопросы, которые связаны с интеллектуальной собственностью, Юра, я не просил этого, делаю это потому, что считаю, что раз человек умный в одном и талантливый, он обязательно окажется талантливый и умный, и в другом тоже. Находите его в Вашингтон, Джордж Бартмессер. Юра, спасибо огромное за то, что нашли время с нами поговорить. И на Ваш вопрос, который Вы мне задали, а что я newsworthy, то есть достойный быть в новостях. Да, Юра, Вы достойны быть в новостях. У Юры на его последнюю статью миллион двести шерс. Не миллион, даже двести человек прочли. Миллион двести шерс. Он стал звездой международной величины. Так что спасибо огромное, что нашли время. Сережа, спасибо тебе, спасибо нашим слушателям. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.